Мысли о нежелании жить возникают практически у каждого человека. Нерешенные жизненные ситуации порой приводят к возникновению депрессии и кризису, которые при определенных обстоятельствах могут спровоцировать человека на покушение на собственную жизнь. Основными факторами риска самоубийства населения Брестской области являются мужской пол, возраст около 40 лет, трудовая незанятость, алкогольное опьянение и психоэмоциональный стресс. Мысль о суициде формируется в голове у человека достаточно длительное время, поэтому у окружающих почти всегда есть время и возможности для того, чтобы предотвратить самоубийство. В ходе пресс-конференции были названы основные признаки, которые должны насторожить в поведении близкого человека. Часто окружающие могут заподозрить, что у человека присутствует суицидальная кризис, или говоря простым языком, есть мысли и нежелание жить. Значит, первое, что нужно сделать, конечно же, не оставлять человека одного, потому что часто для этого не нужно специального образования, специальных знаний, нужно показать человеку для того, чтобы вывести из этого его душевного кризиса, показать, что он нужен окружающим, что в нем заинтересованность, что его проблема, да, она существенная, но она не катастрофическая, не такого масштаба, что не стоит жить дальше. Нужно с ним побеседовать, нужно сообщить об этом его знакомым, родственникам, значимым людям, перевести его внимание на какую-то другую значимую тему. Есть дети, есть внуки, которых нужно вырастить, нужно достроить дом, то есть дать ему конструктивные посылки. При возникновении сложной жизненной ситуации стоит понимать, что всегда есть люди, которые готовы прийти на помощь, выслушать и дать совет. Практически в каждой поликлинике ведут прием врачи-психологи и психиатры. В Бресте работает Центр пограничных состояний, а также любой человек, нуждающийся в поддержке, имеет возможность позвонить по телефону доверия 40-62-26 и получить консультацию и поддержку специалистов. Притом сделать все это можно и анонимно, то есть никакой постановки на диспансерный учет, пугающий многих, быть не может. Стоит помнить, что плохое настроение и депрессивные мысли – это такой же симптом, как и кашель, насморк или головная боль, и при грамотном подходе и обращении к специалистам должен пройти без следа.